Здравствуйте! В эфире еженедельник «Время новостей и итоги». С вами его ведущая Евгения Мосина. В ближайший час мои коллеги и я расскажем о главных событиях недели, о том, что больше всего волновало горожан. И вот лишь некоторые темы выпуска. В Сочи начинает работу рабочая группа по регулированию тарифов. Необходимость дофинансирования или увеличение сроков реализации инвестиционных программ. Как скоро произойдут изменения и намного ли подорожают коммунальные услуги. Ожидают сбоев и подорожания. Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи. Что об этом говорят сами операторы и как на это реагируют сочинцы. Все равно архивные тарифы дорожают. Оператор внуждает перейти на новый тариф. Месяц до начала курортного сезона. Городские здравницы начали готовиться к приему гостей. Сколько туристов планируют принять этим летом? Старые сапоги, разбитая посуда и гора строительного мусора. Откуда взялась стихийная свалка по дороге к морю и куда она так быстро исчезла? Рабочая неделя завершилась хорошей новостью. С 1 апреля установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если ребенок является гражданином России, постоянно проживает на территории страны, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте. Вообще выплаты, пособия и в целом тема денег на этой неделе была ключевой. Особое место уделили тарифам. Вопрос их регулирования для муниципальных коммунальных предприятий Сочи обсудили глава курорта Алексей Копайгородский и заместитель руководителя антимонопольной службы России Виталий Королев. Говорили о том, как в создавшихся экономических условиях обеспечить бесперебойную работу муниципальных предприятий Водоканала, Водостока и Сочи Теплоэнерго. По мнению участников, необходимо разработать антикризисные меры, чтобы не допустить сбоев в выполнении инвестиционных и производственных программ. «Взаимодействие администрации края города Сочи по всем вопросам, оно выстроено на самом высоком уровне. И даже здесь, с учётом всех мероприятий, в рамках санкционных мероприятий, объявленных в марте этого года, мы действительно контролируем полностью всю ситуацию». Для детальной проработки всех необходимых мер будет создана рабочая группа. Первое заседание состоится уже в этот вторник. Разработанные меры должны позволить не допустить резких скачков в платежах за коммунальные услуги для жителей. Сейчас в Сочи действуют тарифы, установленные в декабре 2021 года. Следующие запланированные изменения произойдут этим летом, в июле. Они не превысят установленных на федеральном уровне 6,8%. «Мы сейчас очень внимательно в правительстве это всё прорабатываем для того, чтобы сохранить стабильность тарифного регулирования, при этом учесть все обстоятельства, которые могут в настоящее время произойти. В том числе, необходимость дофинансирования или увеличение сроков реализации инвестиционных программ компаний, которые обеспечивают надёжное и бесперебойное снабжение жилищно-коммунальными услугами». Добавлю, что при регулировании тарифов на 2023 год было предложено пересмотреть тарифы коммунальных предприятий на приобретение электроэнергии. Утверждение, что Россия сильно зависит от импортного посевного материала – скорее миф, чем реальность. Российское сельское хозяйство производит гораздо больше продукции, чем мы потребляем. И всё это на отечественном сырье. Об этом на минувшей неделе говорили в администрации Краснодарского края. Было принято решение выделить более 100 миллионов рублей на стабилизацию цен на хлеб в регионе. Деньги будут направлены производителям, чтобы они не поднимали цены, а смогли зафиксировать их на уровне начала или середины марта и не меняли до конца года. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, 88 миллионов выделено из федерального бюджета, ещё более 12 – из регионального. Размер возмещения части затрат на производство и реализацию хлеба составит 2500 рублей за одну тонну. Таким образом, будет просубсидировано свыше 35 тысяч тонн продукции. Кроме того, сейчас рассматривается возможность выделения дополнительных средств на эти цели. На сегодняшний день в крае проводят ежедневный мониторинг цен и наличие социально значимых товаров на полках магазинов. Торговая наценка не должна превышать 10%. В их число входит и формовой хлеб из муки первого сорта. Сейчас его цена в торговых сетях варьируется примерно от 28 до 41 рубля за булку. В целом сейчас хлеб и хлебобулочные изделия в магазинах представлены в широком ассортименте. Перебоев с поставками нет. И в продолжении разговора о растущих ценах. На этой неделе стало известно, Минцифры и ФАС будут контролировать рост цен на тарифы сотовой связи. По данным портала Объясняем.РФ, стоимость не вырастет выше уровня инфляции в России. Также операторы ожидают сбоев связи из-за дефицита оборудования, сообщает коммерсант. Нарушения в работе сети могут возрасти этим летом. Что говорят о таких прогнозах операторы связи и простые пользователи? И какие есть изменения в тарифных планах, расскажет Дарья Дмитриева. За последние годы у мобильных операторов накопилась критическая масса так называемых архивных тарифов, в том числе с безлимитным доступом к интернету. Это создаёт неоправданно высокую нагрузку в местах, где абонентам доступно подключение к проводным сетям связи. 28 марта Минцифра направила операторам письмо с рекомендацией исключить архивные тарифы с низкой ценой на услуги связи. Это позволит операторам сохранить текущие тарифы для всех абонентов. Вот что об изменениях говорят представители российских компаний сотовой связи. Сложности с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижению устойчивости сети. В этих условиях рекомендация Минцифра России по отказу от безлимитных тарифов выглядит рационально и своевременно. А меры господдержки позволят внести значительный хвал в обеспечении бескребойной работы сети связи. Билайн делает всё возможное для того, чтобы поддерживать качество работы своей сети на самом высоком уровне. Мы опросили горожан об изменении в их тарифных планах, поинтересовавшись, ожидают ли они роста цен. В зависимости от выбранного оператора, пользователи делятся разным опытом. У кого-то стоимость остаётся прежней, другие уже ощутили небольшое подорожание. Так уже йота скинула сообщение ещё месяц назад, что будет повышение тарифа на 10 рублей, извините и так далее. Ничего страшного. Как пользовались, так и будем пользоваться. Ну, если отключат сотовую связь, перейдём, как в старые добрые времена, на домашние телефоны, стационарные. Ничего в этом страшного нет. Цены как росли, так и будут расти. Ну, мы ожидаем, что вы звоните. Всё равно архивные тарифы дорожают. Оператор внуждает перейти на новый тариф, который, очевидно, дороже. Так всегда было, есть и будет. А вот возможные будущие сбои операторы объясняют небольшими резервами оборудования связи, которых хватит только на полгода. Поэтому неполадки в их работе могут начаться уже летом. Стоимость телекомоборудования выросла на 40% из-за ухода западных поставщиков и снижения курса рубля. И может вырасти ещё на 80%, сообщает издательский дом «Коммерсант». Тем не менее, российские услуги связи остаются одними из самых низких по стоимости в мире. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет. Дарья Дмитриева, Александр Киреев. Время новостей. Чем ещё нам запомнятся уходящие 7 дней? Мы перешли из марта в апрель. Не за горами и летний сезон. Туристы ещё не пакуют чемоданы, но уже раскупают путёвки. Поэтому в Сочи к приёму гостей начали готовиться городские здравницы. Традиционно в летнее время спрос на санаторно-курортное лечение у нас довольно высок. Номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на 90%. Способствует этому в том числе и программа кэшбэка, которая была вновь запущена 15 марта. В последние дни погода в Сочи начала налаживаться. Это позволило сотрудникам сочинских санаториев начать благоустройство своих территорий. Причём все работы по подготовке к летнему сезону проводят, не останавливая приёмы обслуживания гостей. Загрузка большинства здравниц курорта сегодня в среднем 80%. Замена садовой мебели, высадка сезонных растений, расчистка территории в актёре, как и в других санаториях. Эти работы каждый год проводят в преддверии летнего сезона. Стараются совершенствовать и качество обслуживания. В этом году актёр присоединился к экологическим инициативам. Ведётся работа с персоналом, то есть персонал проходит обучение. Также мы информируем гостей о том, что мы теперь относимся разумно к потреблению электроэнергии. И водных ресурсов. У нас запланированы экологические мероприятия для наших гостей и также для маленьких гостей. На территории санатория мы разбили небольшой огород и будем выращивать зелень. Постоянные клиенты есть у всех сочинских здравниц. Елена Лапина первый раз приехала сюда 4 года назад и теперь даже не рассматривает другие варианты отдыха. В этот раз взяла с собой внучку. Очень здесь нравится. Во-первых, очень хорошее обслуживание, врачи очень хорошие и номера очень чистые. Всегда-всегда всё вовремя убирают питание, это даже слов нет. Круглый год туристы со всей России выбирают Сочи, чтобы не только отдохнуть, но и улучшить здоровье. Санаторий предоставляет десятки видов оздоровительных программ. Сейчас актуально постковидное восстановление. Курс реабилитации после перенесённого коронавируса, разработанный в санатории Заполярье, вошёл в список 100 лучших товаров страны по версии Росстандарта. Работаем косые мышцы животика, работает пресс обязательно. Даже сама территория санатория здесь предназначена для оздоровления. Кстати, многие растения сотрудники выращивают сами. Для этого в здравнице есть собственная оранжерея. У нас есть два вида тропы здоровья по территории, для более продвинутых, скажем так, пользователей. И более спокойная территория, более спокойный маршрут, по которому может пройти абсолютно в любом возрасте человек, где произрастают уникальные растения, некоторые из них занесены в Красную книгу. Помимо этого, вы же получаете эстетическое удовольствие. В арсенале сочинских здравниц только современное медицинское оборудование. Аппаратуру для проведения лечебно-диагностических процедур регулярно обновляют и пополняют. Из последних оборудований, которые мы приобрели, это барокамера, к которой можно находиться вместе с ребенком. Плюс у нас мы купили новую четырехкамерную ванну и для девушек новое косметологическое оборудование. На отдых в сочинских санаториях летом высокий спрос. Почти 90% путевок на высокий сезон уже продано. Летний курортный сезон 2022 года, мы считаем, будет сосредоточен исключительно на внутреннем туризме. Значительную поддержку и увеличение продаж оказывает программа туристического кэшбэка, новый этап которого начался с 15 марта в России. По поручению главы города Сочи, город уже сегодня активно готовится к встрече гостей. Все предприятия и городские службы наводят порядок. Курортный сезон стартует в Сочи уже через месяц. Традиционно пиковая загрузка придутся на июль и август. И на этой ноте нельзя не вспомнить отличную новость, пришедшую для отелей, гостиниц и других средств размещения. Для них обнулена ставка НДС. Соответствующий закон уже вступил в силу. В Ростуризме назвали его самым долгожданным, прорывным и важным решением для поддержки развития туристической отрасли за последние 10 лет. Напомню, что ранее в нашей стране действовала одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20%. Теперь льготная ставка НДС на услуги гостиниц для работающих объектов будет действовать в течение ближайших пяти лет – до 30 июня 2027 года. Для новых отелей тоже пять лет, но уже с даты открытия, что поможет выйти предприятию на операционную безубыточность за этот период. Это решение наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать туристическую отрасль более конкурентноспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей. Так, нулевая ставка НДС для гостиниц уже успешно действует в Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран. В других странах ставка куда ниже, чем ранее была в России. В Китае она составляет 9%, в странах Евросоюза в среднем 7-8%. В Таиланде – 7%. Обнуление или сокращение ставки НДС для гостиниц позволило этим странам заметно активизировать инвестиционную активность в туризме. В результате доходы туристического бизнеса увеличились, появились новые рабочие места и, как следствие, собираемость налогов с туристического сектора возросла. То есть такая мера поддержки оказала мультипликативный эффект на экономику. Росавиация на этой неделе продлила запрет на полеты в аэропорты Юга и Центра России. Продлила до 7 апреля. Так что воздушные гавани – Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты пока остаются закрытыми. Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров использовать альтернативные маршруты, в том числе и через Сочи. А тем временем международный аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. В этом сезоне планируется выполнение полетов из Сочи по более чем 60 внутренним и 22 международным направлениям, в том числе и в связи с началом курортного сезона. Базовый перевозчик аэропорта Сочи авиакомпания «Нордвинд» продолжит выполнять рейсы в соответствии с ранее заявленной программой по 18 направлениям. Рейсы будут выполняться с частотой минимум два раза в неделю. Также компания планирует расширение международной программы полетов. Ожидается открытие рейсов из Сочи в Армению, Иран и Киргизию. Авиакомпания «Смартавия» планирует развитие своей маршрутной сети из аэропорта Сочи по региональным направлениям. Рейсы авиакомпании «Ютеер» по маршруту Сочи-Анапа продолжат выполняться в летнем сезоне. Ожидается также открытие рейсов по маршруту Сочи-Геленджик с июня. Также авиакомпания «Белавиа» планирует продолжить выполнение рейсов в летнем сезоне по маршруту Минск-Сочи. Как сообщалось ранее, компания «Аэрофлот» объявила о запуске в апреле прямых регулярных рейсов из аэропорта Сочи в 17 городов Турции, Израиля, Армении, Египта, Казахстана и Узбекистана. И это далеко не все, что было интересно горожанам на этой неделе. Некоторые темы они предлагали сами. К примеру, именно наши зрители сообщили о том, что в двух шагах от Приморской набережной Сочи образовалась свалка. Жители и гости города опубликовали в интернете фотографии лестничного спуска к пляжу от Верхнего Приморского парка с лежащими на нем кучами бытовых отходов и стройматериалов. Наша съемочная группа, конечно же, выехала на место, чтобы разобраться, откуда взялся мусор и кто его будет убирать. Старые резиновые сапоги, разбитая посуда, горостроительного мусора и другие неопознанные отходы. Вот такая стихийная свалка притаилась в самом центре города, рядом с лестницей, ведущей к морю. Ее ежедневно наблюдают сочинцы и туристы, спускающиеся от памятника Якорь и Пушка к Приморской набережной. Просто жесть, ну честно, ну как-то так. Ну, сезон, понятно, не начался. А еще как? Это ужасно. Это не Сочи. Хотелось бы, чтобы каждый уголок все-таки отражал красоту этого города, а не такие места. Ну, мы надеемся, что ближе к сезону все это уберется. По словам местных жителей, ранее на месте этой свалки было небольшое кафе «Марьям». Сооружение закрыли и разрушили, как незаконно построены. Как сообщили сотрудники соседних ресторанов, пожелавшие остаться за кадром, эту гору мусора они наблюдают уже около месяца. Действительно, в то время собственнику кафе, от которого сейчас остался лишь каркас, властями было выдано предписание, по которому он должен был освободить площадку от постройки и мусора уже к концу марта. «Было выявлено, что нестационарные торговые объекты находятся незаконно. До 31-го, 03-го числа собственник все абсолютно исправил. В данный момент там еще ведутся работы по демонтажу». И действительно, после приезда нашей съемочной группы заброшенный уголок вдруг стал обитаем. Здесь начали убирать мусор. И уже к вечеру того же дня лестничный спуск к Приморской снова приобрел свой прежний вид. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петрий. Время новостей. Но не все истории на этой неделе закончились так же хорошо, как эта. И о них мы расскажем во второй части программы. Вот лишь некоторые темы выпуска. Едва унесли ноги. Жители Батумского шоссе и Дагомысской подверглись нападению бездомных собак. Кто и что поможет решить застарелую проблему Сочи? Снесут или отремонтируют? Почему Малый Ривьерский мост закрыт на протяжении нескольких месяцев? Наша съемочная группа пыталась найти ответы. Добро пожаловать в детство. Вот это вот то, что вот именно вот я за этим сидел. Ну то, что уже не вернется. Многое чего напоминает, многое, да. Сочинский музей СССР приглашает отправиться в прошлое. Какой из 10 тысяч экспонатов трогают чаще всего? Будет национальный киносмотр. В Сочи нашли замену отменившемуся кинотавру. Кто выступил с предложением и как на это отреагировали горожане? Далее вас ждет небольшая реклама. Она пройдет быстро, не переключайтесь. Не все находящиеся в трудной жизненной ситуации знают о возможностях, которые предоставляет государство. Социальный контракт – это одна из мер поддержки, которая поможет справиться с временными трудностями. Заключить такое соглашение с государством могут и сочинцы. Кто имеет на это право, какой пакет документов необходимо собрать и куда следует обращаться? Об этом в студии программы подробно рассказала заместитель руководителя управления соцзащиты по Центральному району Сочи Наталья Ирская. Вот фрагмент интервью. Четвертое мероприятие, оно новое. Его ввели с 2021 года. Очень было востребовано в том году. И в этом году у нас уже квоты выполнены почти на 40%. Это мероприятие направлено на выход граждан именно из трудной жизненной ситуации. Там есть определенные условия. Их всего там 12. Было 9, 3 добавили. Граждане в поиске работы. Это граждане, состоящие в центре занятости. Это граждане, имеющие троих и более детей до 16 лет. Полную версию программы подробно смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем YouTube-канале «Сочи-24». Еще одна острая тема недели. Бродячие собаки в Сочи продолжают нападать на людей. Так, стая собак терроризирует жителей Догомыса на Батумском шоссе. Страдают от агрессивного поведения бездомных животных и жители улицы Догомыска в центральном районе. Сочинцы жалуются, что здесь их становится все больше. Наша съемочная группа встретилась с очевидцами и пострадавшими от нападений, чтобы разобраться в ситуации. Это видео снято жительницей дома на Батумском шоссе. Мужчина с трудом отбивается от двух лающих бродяг. Такие нападения на взрослых и детей здесь происходят регулярно. Говорят жители дома номер 59. Доходят даже до укусов и разодранной одежды. Некоторые сочинцы признаются, что покупают себе газовые баллончики для самозащиты. «Люди жалуются, бабушки жалуются, что нападают иногда». «Я вот не знаю, как родители вообще выпускают детей. Конечно, страшно». Около девяти собак прижили здесь еще два года назад. Некоторые жильцы дома прикармливают беспризорных животных. Для них здесь даже есть будки. Вот только добрее к прохожим собаке от этого не становится. «Наш домком, она отдает последние силы, чтобы кормить собак. По ее мнению, это благо, которое она несет братьям нашим меньшим. С другой стороны, получается, что она делает зло, сама того не осознавая». Мы решили лично познакомиться с сердобольным домкомом, защищающим четвероногих. Однако домком не только отказалась от встречи, но и по телефону общаться не захотела. «Ваше мнение просто по телефону?» «Нет, нет, я бы не хотела бы». Но уже за кадром домком объяснила, что при всей любви к животным она понимает, что ситуация выходит из-под контроля. Для решения вопроса она лично обращалась в администрацию города. После этого некоторых собак забрали для стерилизации и вакцинации, но затем привезли обратно, во двор этого дома. Куда пристроить целую свору животных, домком не знает. А жители домов на улице Догомысской рассказали о рождении щенков на территории их двора. До этого здесь прижилась большая стая взрослых собак. Жители понимают, детёныши подрастут и ситуация усугубится. Так, месяц назад произошло нападение взрослого пса на Лилит-Унанян, после чего на ноге осталась травма от укуса. В районе 11 утра я вызвала такси, шла туда и без гавканья, без вообще агрессии сзади напала собака, чёрно-рыжая, и укусила за ногу. Сидел на домашнем лечении после укусов и муж Нины Максимовой. На него напала собака здесь, около шлагбаума, на въезде во двор. Муж идёт, гуляет там, меня встречать. Вдруг собака потихонечку крадётся, усанула его за ногу, крепко так. Вопрос, что делать с бродячими животными в курортном Сочи, уже многие годы остаётся открытым. Сегодня в городе шесть частных приютов. Их содержат на собственные средства волонтёры и неравнодушные люди. Эти базы уже переполнены и нет условий для хорошего содержания. На стерилизацию, вакцинацию и питание животных требуются большие суммы. Должна быть стратегия развития города. В эту стратегию развития города нужно конкретно внести именно обезнадзорных животных. По-другому никак. Вложения должны быть, город не справится, это нереально. Вложения должны быть не только краевые. Этот вопрос должен решаться на федеральном уровне. Администрация города подобрала место для строительства ещё одного приюта в Сочи на 320 бродячих собак. Выбранный участок достаточно удалён от жилых массивов и имеет хорошую транспортную доступность. Однако учреждение будет построено для временного содержания животных. Сейчас заявки на отлов принимаются по телефону городского отдела сельского хозяйства. Позвонили туда и мы, рассказав о том, что бродячие собаки кусают людей на Батумском шоссе. Телефон «Разговор» записывается. Меня зовут Дарья, корреспондент, канал «Сочи-24». Снимаем сюжет про бездомных собак. Обратились к нам жители улицы Батумское шоссе, дом 59. Нападают на жителей, кусают детей и взрослых. Вот мы хотели вам позвонить, узнать, что в таких случаях делать жителям, как им помочь. Если это будет где-то опубликовано, то я не могу вам ничего сказать, потому что под божественной инструкцией я через СМИ взаимодействовать могу только через соответствующее управление. Складывается ощущение, что тема бродячих собак в Сочи едва ли не секретная. Комментировать её, кроме покусанных и зоозащитников, никто не берётся. Жители многоквартирных домов, в чьих дворах обитают стаи голодных бродячих собак, не знают, кому им обращаться за помощью. Самые отчаянные после нападений животных хотели бы вызвать участкового. Но, как выяснилось, полиция такими вопросами не занимается, а просто переадресует их мэрии. При поступлении в ВВД города Сочи сообщений от граждан о бездомных собаках на улице, сотрудники полиции направляют в администрацию города Сочи уведомления о необходимости принятия мер реагирования по данным фактам. Вот и выходит, пока горожане остаётся с проблемой один на один. Существует мнение, что если перестать подкармливать бродячих собак, то животные покинут дворовую территорию к тому, что у них пропадёт кормовая база. При этом надо помнить, согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, исключается жестокость. Не допускается нанесение травм и увечий животным и их умерщвлением. Запрещается пропаганда и призывы к жестокому обращению с ними. За нарушение требований законодательства граждане несут административную, уголовную и иную ответственность. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри, Время новостей. А ещё на этой неделе мы вместе с горожанами пытались разгадать загадку Малого ривьерского моста. Для тех, кто не в курсе, скажу. Проход по нему запрещен, то есть мост вообще закрыт для движения. Об этом свидетельствуют специальные таблички. И такую картину сочинцы наблюдают уже несколько месяцев. Чтобы перейти на другую сторону реки Сочи, жителям и гостям города приходится идти в обход. Мост якобы закрыт на какое-то обследование. Но на какое и когда оно завершится, не ясно. Наша съёмочная группа попыталась найти ответы на эти вопросы. Ну было бы лучше, если был бы проход на ту сторону. Чтобы дальше не идти, дальше транспорт движется. А здесь чисто пешеход. Пешеходный мост через реку Сочи закрыт с декабря прошлого года. Он соединяет улицы Конституции и Егорово. А удобный подземный переход ведёт напрямую в парк Ривьера. Это значительно облегчало движение пешеходов в одном из самых многолюдных мест курорта. Теперь, чтобы перейти реку, приходится прогуляться. Ближайшие обходные маршруты – это Большой Ривьерский мост и мост в районе Кубанского кольца. 150 метров в одну сторону и 750 в другую. Сочинцы раздосадованы, причём не расстоянием, а сроками так называемого обследования. Я очень разозлился по поводу данного заграждения. Я здесь, в принципе, редко хожу, но я хотел перейти на ту сторону и удивился, потому что он закрыт. Мне это очень неудобно. Я очень сильно разозлился и раздражаюсь из-за этого в данный момент времени. Мы ехали на самокатах. Сейчас вынуждены были поставить самокат, хотели на самокате через мост проехать. Не смогли этого сделать, к сожалению. Тоже расстроились. Нам так неудобно. Вот нам надо подняться вот так, если на море. А как вот на море летом ходить нам? Мы по прямой пошли и на море. А я не знаю сейчас как. Остановка здесь. Приходится большой делать круг, чтобы перейти на ту сторону. Очень долго. И главное, что ничего не делается при этом. Когда оно будет делаться? Скоро сезон открывается. На информационной табличке о сроках завершения обследования нет ни слова. Откроет ли мост к началу летнего сезона – неизвестно. Как сообщили в дирекции заказчика центрального района, там пока ждут итогового заключения экспертов. В четвертом квартале прошлого года было проведено обследование мостового сооружения, визуальное обследование, в результате которого было выявлено, что мост имеет деформации и дефекты. То есть мост пребывал и пребывает в настоящее время в аварийном состоянии. В настоящее время проводится обследование моста дополнительное на основании договора с экспертной организацией, уже по полной детализации всех дефектов моста, после которого будет принято решение по дальнейшей эксплуатации мостового сооружения. К концу апреля станет известно, подлежит мост капитальному ремонту или же будет снесен. Напомним, Малый Ривьерский мост был построен в 1963 году, срок его эксплуатации до 70 лет. Предварительными причинами разрушения названы естественные факторы окружающей среды. Юлия Хрусталькова, Дмитрий Петрий. Время новостей. Еще один Сочинский мост был в центре внимания горожан на этой неделе. На нем мы пытались обнаружить нарушителей закона, о которых нам сообщили неравнодушные зрители. Но давайте обо всем по порядку. На этой неделе гласности была придана история о том, что в Сочи 7 человек осудили за контрабанду сигарет. Преступление они совершили еще в 2019 году. Из Абхазии в Россию ими было незаконно ввезено более 50 тысяч пачек сигарет на сумму около 1,5 миллиона рублей. Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. И тут же местные жители стали звонить и писать в редакцию. Они сообщали, что в разных уголках Сочи уже давно нелегально продают сигареты. Наш корреспондент Дарья Дмитриева побывала на таких торговых точках и узнала подробности о продажах безакцизного табака. Сочинец Илья Головин ежедневно проходит по этому мосту. Современная инженерная конструкция, пересекающая горную реку с видом на горы, казалось бы, отличное место для прогулки. Но в последнее время внимание мужчины привлекают отнюдь неприродные красоты, а продавцы – с коробками табачной продукции. Я так понимаю, покупают их на границе с Абхазией по дешёвке, и здесь продают без акциза. Я вырос в 90-е, и я очень хорошо на себе знаю, как работает пропаганда алкоголя и табака. Соответственно, когда вокруг на каждом шагу сигареты и алкоголь, то дети постепенно привыкают к этому, считают это нормальным. Но на момент съёмки на пешеходном переходе моста самих продавцов не оказалось. А вот их товар – пачки сигарет – были спрятаны между колоннами в мусорные мешки. Меня, видимо, заметили, перевозировались вот сюда в проход, сами ушли, оставили здесь весь свой товар. Через несколько дней мы снова попробовали встретить здесь продавцов сигарет. Но их здесь не оказалось, как и самого товара. Мы отправились на ещё одно место расположения нелегальной продажи табака. Сочинцы рассказали, что такую торговую точку можно встретить в подземном переходе около остановки кинотеатра «Юбилейный». Здесь полный ассортимент – блоки сигарет и электронные сигареты, подделки известных брендов. Торговец табака от комментария на камеру отказался. Лицензию не показал и ушёл из перехода вместе со своим товаром. Эту точку местные жители наблюдают здесь уже больше года. Их мнения о происходящем разделились. Кто-то уверен – это правонарушение. Другие же, наоборот, ничего предусудительного в такой торговле не видят. «Не, я против. Лучше занимайтесь спортом». «Ну, конечно, плохо. Детей очень много ходит, в первую очередь. Они, я думаю, паспорт не проверяют». «Ну, и не только сигареты продают от безработницы. Многие люди ищут выход разными способами». «Ну, рядом же школа. Конечно, нет, я считаю, что нет. Я думаю, что нелегально продают». По данным сочинской полиции, только в этом году в городе уже выявлено более 300 случаев незаконной продажи табачных изделий. Сотрудники УВД ежедневно проводят проверки для пресечения такой торговой деятельности. И обе точки продаж – на автодорожном мосту и в подземном переходе на Донской – теперь под пристальным вниманием правоохранителей. «По правонарушениям и пресечению данных правонарушений вставляются протоколы. Данные протоколы направляются в мировой суд, по которым мировые судьи принимают решение от предупреждения до 1000 рублей административных штрафов. По двум точкам, которые были указаны, нами они взяты на особый контроль». Мы обязательно продолжим следить за тем, как изменится в Сочи ситуация с торговлей табаком без акцизных марок. Дарья Дмитриева, Александр Киреев, Дмитрий Петрий. Время новостей. На этой неделе стало известно, что будет в Сочи вместо кинотавра. Минкультура выступила с предложением. В министерстве не исключают проведение национального кинематографического конкурса на курорте, который займет место отмененного в этом году известного фестиваля. Об этом сообщила во вторник министр культуры России Ольга Любимова. Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы закрываем кинотавр. Если не будет кинотавра в Сочи, будет национальный киносмотр. Куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов? Напомню, 33-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», проведение которого планировалось в Сочи в сентябре, не состоится. Организаторы перенесли его на неопределённый срок. Мнения сочинцев о замещении кинотавра другим мероприятием разделились. Они приняли участие в опросе, и вот как они оценивают идею национального киносмотра в Сочи. Наибольшее число – 43% проголосовавших – высказались, что кинотавр уже был не тот. 39% отозвались об идее положительно и уже ждут нового киносмотра. И лишь 4% уверены, что кинотавр ничто заменить не может. Так же, как ничто не может заменить ностальгию по былому. Машиной времени в прошлое назвали «Удивительный музей СССР», который не так давно открылся в Сочи. Он расположился в самом центре курорта. Более 10 тысяч экспонатов коллекции возвращают кого-то в детство, а кого-то в юность. Приятно, что в пространстве музея можно всё трогать руками. Это и сделала наша съёмочная группа, отправившись за впечатлениями в советское прошлое. А здесь была специальная ручка. Это всегда зажималось бельё, крутили, как бы выжималкой. Слоган музея СССР – «Добро пожаловать в детство». И действительно, переступив этот порог, возвращаешься в самое дорогое сердцу местным. Одна из интересных инсталляций музея – это советская кухня. Уголок обставленный практически в точности так же, как когда-то у любого гражданина. Неподалёку от неё можно заметить советскую стенку и сервант. Среди локаций, которые организаторы музея смогли воссоздать, есть даже парикмахерская и гастроном. Я увидел сервант, письменный стол. Вот это вот то, что вот именно вот я за этим сидел. Эмоции. Это детство, это вот то, что уже не вернётся. Многое чего напоминает, многое, да. Телефон, сразу вспомнили свой номер телефона. Здесь больше половины то, что у нас действительно оно было. И даже сейчас что-то даже сами сохранили. Ну и только детство, мое детство. Очень с любовью люди отнеслись ко всему, что здесь есть. Все вещи, которые есть, то есть они приведены в такое, ну не знаю, так скажем, состояние. Вот, всё рабочее, всё очень хорошо сохранено. Всё пространство музея удобно разделено на секторы. Есть зал советского детства, ретро-мототехники, оружие. Также есть свой клуб с дискотекой под хиты и шлягеры и ретро-кинотеатр. Но наибольшей популярностью пользуется зал игровых автоматов. Здесь хоккей, танкодром, баскетбол, а также морской бой. Кроме этого оборудован зал автоматами с газированной водой, пишущими машинками и телефонами. И у каждого предмета есть своя удивительная история. На протяжении 20 лет собирается и пополняется эта коллекция. Все предметы приобретаются с акционов и у частных лиц. Для новых экспонатов присутствует право эксклюзивности. Второго такого предмета здесь не найти. С маленькой коллекции всё начиналось, потом эта коллекция начала разрастаться. Квартира уже наполнилась всем абсолютно, гаражи полные. Всё, и вот три года назад подумали, а почему бы всё это не упорядочить, всё это разложить по полочкам. Уникальностью музея является то, что здесь можно всё трогать и делать фотографии. Одним словом, полностью погрузиться в воспоминания. Помимо взрослых, музей эпохи СССР также с удовольствием изучает новое поколение. Взять трубку и крутить барабан. Только я не знаю, как выбирать число. Довольно интересно. Я знала, ну вот там кусок 90-й, я смотрела о них фильмы. То есть там вот эти спортивные куртки, также там телефоны были. Ну довольно интересно в общем и целом. Музей СССР дарит посетителям позитивные ностальгические эмоции. А чтобы их почувствовать, достаточно зайти по адресу улица Новогинская, 7, дробь 3. Режим работы с 10 до 20.00. Узнать о стоимости входного билета вы можете по телефону 8 953 947 400. И в завершении несколько красивых кадров из Дендрария. Напомню, там в первой декаде марта у пары австралийских черных лебедей появились два птенца. Для своего гнезда родители выбрали небольшой островок на каскаде прудов. Материалом послужили ветки и листья деревьев. Традиционно у австралийских лебедей в парке птенцы выводятся в конце апреля, либо в начале мая. Но эти появились на свет в холодном снежном марте. Для сотрудников нацпарка это настоящее чудо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова